Сразу видно мужчину в доме. Пришел, накричал, здравствуй, дорогой. Антон Лавритов сегодня с нами. Говорить о дуэтах мы будем сегодня с вами. Заметила, да, тебе больше хлопали? Женщин тут любят больше, я понимаю, да? Это называется «Вспомнила бабушка девчий вечер». А скажи, пожалуйста, чьи дуэты тебе нравятся, творческие, певческие? Ну, он уже распался. Это Лолита Александра Цикала. Мне кажется, это был прям великолепный дуэт. Да. Нам их не хватает здесь. Хорошо бы сейчас был Лолит с Цикалой. Да. А вот с другой стороны, творческий дуэт. То есть люди, которые живут вместе, оба творца. Вот на твой взгляд, Ален, какой рецепт безболезненного сосуществования творческих людей вместе? Вот что нужно, чтобы и творили, и жили душа в душу? Ты знаешь, вот я прям горжусь монатиком, ну вот чтобы и работать, и жить в одной квартире. И деньги считать. Да, деньги считать, детей рожать, ездить, и потом опять вместе работать. Я вот не знаю, рецепты тут мужества, мужества и мужества. Это сложно, мне кажется. Вот. Вот у меня, например, есть творческий бюджет. Творческий бюджет? Творческий бюджет? Творческий бюджет? Миллион. А, у меня есть творческий дуэт, и вот мой творческий, так сказать, коллега-ангела, человек, без которого мне очень трудно работать, она где-то вот тут вот сидит, вот она, огненно-рыжеволосая. Это мой арт-директор, с которым я начинала работать еще в ВАУГ, потом Вика стала моим арт-директором, дальше он придумал миллион моих книжек, кто читал и видел книжечная сказка. Это вот, а та, собственно, и завтраки, и для дружины, все она. И живем мы в разных квартирах. Можете себе позволить. Можем себе позволить. И Вике, с детьми, я им на своей сюрпризе. Но мне очень нравится встречаться на вот творческой платформе, и потом от нее отдыхать. Вот это мой лицейк. То есть свободное какое-то пространство свое, личное пространство. Да, да, да. Да? Да? Да. Мы вот к конца пришли. Пришли к концу. Мы за свободу. Теперь я хочу с тобой... Сейчас, подожди, я тебя задам следующий вопрос. А вот кто-нибудь там сзади, есть в галерочке? Голый. Да, там... Вы так громко, вы не представляете, тут такая акустика мистическая. Я прямо на каждой нашей Айкосовской вечеринке, я об этом говорю. Все, кто находится в той части зала, мы вас здесь слышим лучше, чем вы себя. Поэтому выйдите. Просто уходите. Да. Ну, наберите кофе Айкосов и... И никто не подарит вам. За это. Да. А кстати, мы сегодня... Ну, забегая вперед, мой большой спойлер. Мы сегодня будем совершать дарение нового девайса. А, да. Того самого, который все хочут и никто не может. Но для того, чтобы его заполучить, чтобы дарение состоялось, нужно слушать внимательно. Поэтому ребята все обратились в слух, играем в молчанку. А теперь условия конкурса, мы забыли вам сказать. Мы сейчас с Антоном поговорим теперь про дуэты творческие. Ну, мы вовремя не поняли друг друга. Творческая свобода. Творческий дуэт уже. Творческий дуэт уже у нас складывается. Может попеть, пригласить. Да, да. Или книжку найти. Наконец-таки. Вот ты как думаешь, есть ли в институте брака будущее? Ну, хорошее дело браком не назовут. Опять-таки, хороший, продуктивный, счастливый дуэт, на мой взгляд, он не требует никаких доказательств в бумажном виде или в контрактном виде. Ведь, ну, правда, кто-то говорит, что брак, подписание бумаг, создание некого круга, оно существует для того, чтобы защитить пару или дуэт от внешнего воздействия. А получается? А получается, что единственное воздействие, которое разрушает любой дуэт, оно, как правило, внутреннее, оно исходит изнутри. Поэтому вначале должно быть согласие, а потом уже люди могут делать все, что они хотят. Но зачастую здесь за чистую монету люди воспринимают тот факт, что если они подпишут бумажки на деду друг другу пальца, то все прям сложится моментально, то и стерпится, слюбится, и все будет здорово. А это неправда. Ну, на мой взгляд, опять-таки, на мое скромное мнение. Поэтому мне кажется, что в нашем быстром времени, в нашей быстрой индустрии и вообще в быстром взаимопонимании и осознании брак, как таковой, это уже пережиток общества. Хотела бы поспорить, а не могу. Снова консенсус. Согласна с тобой. Мне прямо даже самой досадно. Но поведничка. А вот скажи, пожалуйста, а ты собираешься вот там как-то соединять свою жизнь с кем-нибудь, но подольше? Да, я бы хотел, я бы очень хотел, чтобы был человек в моей жизни, с которым я шел бы вместе. Но опять-таки, исходя из сказанного выше, нами с тобой здесь же, выходит то, что самый классный творческий тандем, самый классный творческий дуэт рождается тогда, когда есть воздух. Вообще, все, музыка, творчество, живопись появляется там, где есть воздух. Поэтому, а вот, как бы, слышишь, да? Толпа волнуется. А самые условия возникновения этого воздуха, на мой взгляд, это честность в отношениях, внутри творческого дуэта, искренность и доверие. Потому что люди же, почему люди начинают вместе вот так вот прям ходить, как шерчик с машерчиком, я тебя никуда не отпущу? Потому что тот, кому-то не доверяет. Кто-то думает, что, о, блин, сейчас вот там он или она там завернет за угол, там кто-нибудь там есть, человек какой-то стоит, и он с ним или она с ним там замутит, и начнется прямо какое-то страшное безумие. Знаешь, хороший рецепт на самом деле, честность, искренность и доверие. Очень хороший рецепт. И, наверное, туда, Катя, Антон правил. Если есть, значит, есть. Значит, все будет. А печати они, в общем, наверное, не очень кому-либо как-то... Мы дуэт, и вот у нас такой здесь красивый тандем происходит. Это правда. Но, кстати, вместе с этим, никто же не говорит, что внутри творческого дуэта не могут быть споры и споров каких-то, конфликтов. В конфликте иногда рождается самое интересное, потому что, опять-таки... Главное, как выйти из конфликта. О, да. И здесь нужен консенсус. У нас там уже три консенсуса. Да, мы еще ни разу не консликнули. Давай поконфликтуй, брать интересы. Вот какой цвет тебе будет больше? Вот я, кстати, насчет конфликта, я вот... Мне повезло, да, мне сегодня подарили вот этот вот прекрасный девайс. И теперь будут ходить, перед всеми козырять. Говорят, что вот все вот вы... А ты сам выбрал синий или ты хотел... Нет, я вообще, я когда увидел вот этот цвет, я понял, что, блин, хочу его. Но потому что лето, прям красиво. Я как будто бы вот... Ты сегодня сказала там в Гринерске, что розовый жемчуг, самый дорогой жемчуг. Да, и здесь нет какой-то женственности. Здесь, наоборот, элегантность, цвета, мода, стиль, хайп, хорошо. Вот я бы хотела, чтобы мне такой тоже подарили. Ну, нас. Тогда я буду... Нет, знаешь что, конечно. Там у тебя вот этот Феррари лежит, вот кто-то далек. Феррари... Я понимаю, я все понимаю. Надо было с нами. Надо было ехать, да. Мы были только что в удивительной командировке. Мы, в смысле, там, у меня Анталия-Новецкая, я ее не веду, потому что Анталия не смог с вами поехать. И компания Айкос нас отвезла на удивительную совершенно, я даже не могу назвать, слетом, конференцией. Нету слова, которое можно описать это потрясающее мероприятие на минуточку Монте-Карло. Мы смотрели гонки, мы общались с феноменальными людьми, поверьте мне. Люди, которые разрабатывают и придумали Айкос, и я увидела первый в истории прототип Айкоса. И вот если кто-то мне скажет, в каком году этот прототип был, я подойду и пожму вам руку. Ваши варианты? 2005 2004 2007 2008 и 83-й год, вот, собственно, прототип Айкоса, вот он сидит сейчас перед вами здесь. Никто не попал. Это 1999 год. Яйцин из-за этого и ушел за споста президента, потому что я ухожу и не могу отдать мне его Яйцин. В общем, к чему я вам об этом рассказала, не для того, чтобы похвастаться, а сказать, что я очень надеюсь, что Айкос привезет кое-что феноменальное, кое-кому сюда, в Москву, научное. И вы увидите совершенно феноменальный результат эксперимента, который все эти ребята, Вайкоси, ученые, разработчики создали. Вот поверьте мне, мы девочки технологию не любим, ну не очень любим разбираться в этих машинках, это туда включат. Это почти объект современного искусства, только который можно пользоваться, смотреть. Очень надеемся, что он приедет, я вам покажу. Но главное, с чем я оттуда уехала, это предмет зависти Антона. Да. Это... Маленькая машина Ferrari. Да. Но только в Айкосе. У меня есть Айкос Ferrari. Производить их не будут вообще, не limited, не unlimited. Они были сделаны в подарок только тем, кто участвовал в этой важной встрече, в этом... даже не знаю, как это сказать. Перформансы. Перформанс. Перформанс. Гаверинг. Такое профессиональное гаверинг. Вот. И у меня его глянчат все. Это я вам к чему рассказываю. Лимитка, она сражает всех. Как у тебя что-то, как не у всех, все сразу хотят? Хочут. 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 Продолжим, я хочу еще пару слов тебя спросить про личную жизнь. Я люблю, когда ты меня спрашиваешь про личную жизнь, да. А вот ты сейчас в отношениях? Не исключено. Это долго? Продолжается. Для меня да. Назови цифры. Для меня две недели долго. Ага. Две недели у него... Но больше. Дольше, чем две недели. Продолжается это. Дольше, чем... Связь. Связь с космосом. Ты доволен? Да. Хорошо, что ты не сказал пока, да. Слава Богу. Нет, я доволен. Ты знаешь, я чем дольше живу, тем понимаю, что единственное... Единственный момент времени, который есть в жизни, это вот сейчас. Потому что то, что было, это все уже искажено памятью. Все, что будет, это непонятно. Поэтому сейчас я очень доволен. Мне от все нравится. Люди пришли, смотри, какие красивые все. Красивые. Это... Шампанское пьют, медленно напиваются. Да. Мы почему-то не пьем шампанское пьем шампанское пьем шампанское. А у нас все, у нас все прием пьем. Да. Мы сейчас, да. Мы сейчас, да. Должны сквозь. Мы это говорим, мы пойдем неистое пить. А скажи, пожалуйста, вот там... Альтан, ты сказал, что тебе долго, чего? Нет, хорошо. Нет, на самом деле, могу тебе сказать, у меня, кстати, вот в отношениях прослеживается некоторая цикличность. Так. Вот. Так. Как будто я это приемлю у психиатра. Столько и сегодня был, и опять. И вот опять. И вот, и вот опять. Тем более, значит, с таким, с таким человеком не грех еще раз пройти тренинг. Цикличность. У меня некая цикличность в отношениях, и она равна где-то в среднем полутора-двум годам. За это время происходит конкретно букетный период. Нет, нормально, нормально. С двух недель до двух лет. Оп, пошли, растянули. Молодец. Молодец. Хорошая собака. Девушки, вы слышите, годы. Прислушивайтесь. Два года. Для меня это все классно, мне же годы в копилку идут. И хорошо. Вот. И штука в том, что за это время происходит конкретно букетный период. Какой? Конфетно-букетный. Букетный? Конфетно-букетный. Не просто букетный. Конфетно-букетный. А что ты делаешь? Каждый в паре, в дуэте старается быть лучше, чем он есть. А это называется конфетно-букет? Какая гадость. Запомните, друзья, тот момент, когда я открыл Алене Дорецкой глаза на мир. Да, сейчас вот произошло. Я первый раз услышала про такой странный этап взаимоотношений. Да. Согласен. Я не думала, что это вообще называется взаимоотношения. Конфетно-букетно. Какие-то взаимоотношения. Нет. В некоторых парах там нет взаимоотношений. А кто-то кому-то не дает. А кто-то кому-то дает букеты, конфеты, машины, телефон. Он говорит, вот на месяц. А что ты делаешь? Что ты делаешь? Коже, больше. Так. Короче, прошел конфетный период. Букетный период. Букетный три-шесть месяц. Потом наступает период, когда как бы кто-то хочет сближения. На одной жилплощади. А, подожди. Или просто одну квартиру снимать дорого. Поэтому как бы тут хочется вместе. Дальше. На патриках что-нибудь снимать. Ну, предположим. Но я не знаю. Как бы нет. Я живу в общем деревне. А потом начинается бытовуха. Когда как бы все творчество пропадает, люди должны как-то быть, делить, чинить, покупать, ехать, отдыхать. Это сколько у тебя это период? Это на второй год начинается где-то. А и коксу тебе в жизни надоедает? Ну конечно. А, нет. Спустя когда заканчивался букетный период. Да? Вот этот вот момент. То, что не знаю там. Тот неловкий момент, когда она находила у тебя под кроватью кучу этих ноженых носков. Так. И в ней казалось, что это мило, что ты художник, что ты так видишь, что ты этими носками выкладываешь, не знаю, там год своего рождения. Так. А ты в ванной находил там обертки от шоколадных конфет и ежедневных прокладок. И думал, что господи, там такая дурочка не могла. Убраться. Ну, камон, да? Чего вы сейчас вот прячетесь? У всех же такое есть. У всех. Или когда она приходит домой и колготана снимает, вот и сидит там, ну, надо думать. А зима, она на метро ехала, а там уже, да? Ну, это же бывает все. И сидишь, ну, какое ща. Не, я не носил, я видел. Я просто видел. Ей-богу, такое было. Ну, это же факт. Заметьте, они чуть притихли. Ну, конечно, как по колготке стал говорить. Ну, конечно, вообще. И товарищ, когда девочке интересно колготать. Вот. Так вот, спустя, там, 6-7-8 месяцев, человек, говорит, установит, говорит, ну, что-то надоедает, надоедает. Ну, что ж такое-то? Ну, что ж посуду не побудет там? Или почему не убрал? Ну, вот все, у них все-таки маленькие мелочи, которые, когда показались прекрасными, они, как они, как они, непрекрасными. И вот тут наступает момент точку бифуркации, то есть момент истины. Готов ты с этим дальше жить? А почему в этот момент нельзя принять решение? Разъехаться! Да! Так оно и принимается? Так нет, не навсегда. Как пела группа Eruption One Way Ticket, так сказать. Зачем тебе вам идти? Говорят, ты, вы разъезжаетесь. Не съезжаетесь. Нет. Больше не съезжаетесь. Никогда. И возвращаетесь к постконфертному периоду. То есть, вы живете в разных местах. На Скитерусе все ваше. И вы только встречаетесь. Вот, ты знаешь, я вот спустя 34 года жизни, я к этому пришел. Что нужно съехаться. А потом съехаться! Гениально! Концентр. Вот такие дуэты складываются у знаменитого дуэтца. Молодого, талантливого, да? Ну, молодого, я не знаю, талантливого, да? Дети мне дают 26. Неприятно. 26? А на самом деле? 35 почти. Хорошо. А мне аплодисменты просто. Никто не выйдет. Я аплодисменты. Человек совершил каминал. Признался, что ему 35, когда ему еще 26. Тоже мне каминал. Плохая шутка. Не очень. Да. Скажи. Скажи. Еще не хватало. Подожди. Тебе такие на спейсе расти-расти еще? Слава богу, что нет. Не знаю. Не хочу так об этом. Не хочу трогать мужские губицы. Не знаю. Значит, никто не... Не зарекайся. Не зарекайся. Чего только может не случиться. Не потрогай, чтобы встать на вершину олимпы. Но будем надеяться, что меня чаще сиям винует. Слушай, ты можешь? Мы просто планировали там один разговор про другое. Но пока уж ребята как бы зашлись. А ты когда-нибудь в Тиндере знакомился? Ну скажи такие честные мысли. Да, было, было. Было. Было очень смешно. Но я в принципе не понимаю знакомств в этих быстрых господи. Познакомился. Она приехала, я посмотрел, сказал, что у меня дела и больше мы не виделись. Здравствуй, Тиндер. Здравствуй, Тиндер. До свидания. Нет, кстати, их нет. Были моменты просто я переписывался и из этих вот переписок были классные стихи потом получались. Слушайте внимательно песни Антона Лаврентьева. Хочешь могу прочитать? Там слова. Давай. Стихи из Тиндера. Вау! 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 Сейчас найдут стихи из Тиндера. Я просто провожу такой своеобразный статистический обзор. Антон, к счастью, ответил честно. Я вообще за честность. Да, мы слышали. За искренность и за доверие. Давай читай стихи. Подожди. Это она тебе написала? Нет. Зачем? Я написал. Не ей. Я просто написал. Подожди. Ты их написал, читая Тиндер? Мы общались с девушкой некой. И вдохновленный этим общением я написал стихи. Аааа. Конечно. Что это? Ну иди же уже. Теперь даже не встал. Нашел. Давай. Давай. Друзья, небольшой творческий вечер, да? Сработало, смотри. История оттеняет вино или вино в историю. Мне встревать не разрешено, ведь я стою по ту сторону, курю. Полгода не курил и вот такие дела, правила. Удар придется примерно в живот бесцельно, но целенаправленно. В петле трассер по счету третий, обойно полное. Ее история как паутина твердая, бескровная. Я курю, я говорил уже, вино красное. И к черту разделение на и не я со всеми их кастами. Она касалась себя местоимениями, прилагательными, а я же старался поприсутствовать безотлагательно во всех мелких деталях, именах, моментах, названиях. Она говорила, я курил и так далее. Она говорила, так складно, черт возьми, так притягательно, что от своей мыслительной возни почти что спятил я. И в самых ярких тонах души акрил в моем сознании я видел все ее шаги в расстоянии. Я пью вино и курю, с меня станется. Она за сотни минут сидит, кривляется и тянет руки так закрыть на ключ аудиторию. История оттеняет вино или вино история. Романтично, но явно из старого. И действительно, это все есть, но не все люди разъезжаются, не все люди расходятся, потому что каждый из них разговаривает на своем языке любви. И это далеко не шубы, не вещи, не шмотки, потому что действительно за это не купить. Но есть другие вещи, мелочи, приятные. У нас же не каждая девушка скажет, мне пофиг, какой ты мне подаришь шоколадку. Она просто есть. Это внимание, один из языков любви. А кто-то едет в безумные путешествия и срывается прямо вот сейчас, здесь и сейчас, они едут сюда-то просто на машине где-то на закате. Это же тоже язык любви. Вот какой из языков любви вывод для себя выбрали? Их всего пять. По-моему, это нам заправили ответы, что-то будет дарить, мне кажется. Так, подожди, их всего пять. Давай говори, какие они. Есть помощь. Помощь. Есть внимание. Есть подарки. Это три, да? Тактильные. И время. Так, подождите секунду, вы сами их разработали? Нет. Нет. Ну почти, но это по-другому. На живой. Афрана? Ну мы тогда с Антоном пойдем поработаем. Да, нам просто нужно как-то методичку почитать. Ну да да. И мы будем готовы ответить на этот вопрос чуть позже. Спасибо большое. Спасибо. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Вечером. Спасибо вам огромное. Шикарное время. Я с наслаждением вас слушаю. И хочу. Это всегда самое ценное. Чу, как говорят в социальных сетях. Чуство юмора. А вы вот сейчас сказали про биохимию. И меня этот вопрос очень сильно волнует, как сексолога, сексопатолога и сексблогера. Мне очень часто задают про это вопросы. И на самом деле вот этот вот конфетно-букетный период, про который вы говорили, это очень такая... Ты попал. Это на самом деле очень простая формула. Там включается где-то около 21 цепочки гормональной, которая всех штырит, и поэтому все смотрят на партнера через розовые очки. И у меня есть идея о том, что любовь, все всегда об этом говорят очень сильно громко, но это очень высокое состояние, для которого нужно быть раскрытым, развитым интеллектуальным, с багажом и так далее. И чтобы к нему прийти, недостаточно вот этого гормонального штыра, как я его называю. А моя идея в том, что здорово сначала подружиться, и только на основе дружбы возможно выстроить действительно какие-то глубокие красивые отношения. Я очень хотела бы вас обоих послушать по этому поводу. Что вы думаете? Я бы вам предложила просто перечитать минутку моего любимого Мишеля Монтейнер, у которого, по-моему, четвертая глава называется «Дружба». Да-да, ну, я надеюсь, что просто книжка такая важная, что люди, так сказать, вашего возраста уже наверняка не читали, но его глава «Дружба» очень важно перечитывать часто, если не часто, то регулярно, потому что именно там запрятан тот самый вопрос, о котором вы говорите. Есть люди, и в частности Монтейнер, в этой лиге, которые ставят вообще дружбу выше любви. Парень, который родился за несколько веков до него по имени Сенека, тоже ставил дружбу выше любви. Эти два человека, которых я лично очень люблю, считали, что любовь – удивительное чувство, очень сильное, мощное, но оно имеет страшную такую особенность или вредить, или уходить. Дружба в силу, так сказать, способностей человека ее оценить в том виде, в котором она дана человеку, не уходит никогда. И это самый большой дар, который дан человеку. Поэтому, вот как-то так, я бы вас увела к Монтейне Сенеку. Но у Антона явно другая позиция. Чувство, я вас сижу через стол. Электролизует, да, скажи? И меня прямо электролизует. Ты уже третью бутылку воды допиваешь? Да, да. Тебя прямо... Не считай, два бутылка Майяна засадят, да? Я считаю все, да. Вы знаете, какая штука? Нет, я полностью не могу не согласиться с Аленой, потому что я дурак с Аленой не согласен. Просто каждому свое. Вот если для вас-то работает, это круто. Если для кого-то другое работает, круто. Вообще круто, если есть любовь. Поэтому это счастье великое. И вот как хотите ее, так и крутите. Главное, что она работает. Остальное все... Опыт. Вы для этого здесь. Вы для этого эту землю топчете. Для того, чтобы произошел опыт. Поэтому... Это правда. Да. Ура, спасибо. Добрый вечер. Раз уж мы затронули тему отношений, у меня такой вопрос. В современном мире люди... Прости, как будто здесь Лобковский сидит, да? Ты такой. И мы такие... Лобковский, может быть, он берет больше, чем... Да, да, мы не берем, мы стоим. В современном церкви. Аха! Аха! Извините. У меня вопрос такой. В современном мире, когда люди развиваются, трансформируются каждый год, каждый месяц, каждый день, как сохранять гармонию в отношениях и общий интерес, когда твой партнер тоже развивается в своей теме, и вы немного расходитесь. Я, ты, кто? Как хочешь? Давай, говори, ты. Если есть что-то. Терпение и труд. И чувствовать вселенную, опять-таки. Ну, я просто такой... В этом плане отношений, в плане развития в плане жизни я очень много полагаюсь на то, что я часть этого огромного, бесконечного мира. И... Ну, ты так не уходи, в общем, чтенок спросил, конкретно. Не, подожди, я сейчас дойду. Ааа. Подожди, 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 я же не лосковский, я же не могу так сказать, что иди, возьми свет, все, возьми, У тебя все есть, знаете, будь держа мужика. Нет, и, как бы, если вы из-за человека, если вы его уважаете, если вы с ним вместе, то вы даете пространство для маневра. А если включается эго, ну, с эгом работать только вам, опять-таки. Так что здесь терпение и труд, и много работы. И будет классненько. Я считаю. Да? Хорошо закончил, да, правильно. Классненько. Классненько, согласен. Слово классненько, это трэмп есть, что я. Молодец. Потому что я... Да? Классненький. 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 Давайте просто воздуха побольше. И вам легче, может быть дышать, и ему тоже. А, я думала, подстава. Все классно. Братан, считай, мы тебе выторговали зеленый свет, как бы, да? Хочешь эти вот отношения втроем, мы, как бы, видишь, тут все отдали, все что-то. Втроем, они вдвоем были все? Втроем сделали, да, там. Так? Кошечки, собачки. Варвар? Да. Антон, у меня вопрос к вам. Я подожду. Привет. Привет. А, ваджи, выходит не только варвара? С римками. Но, любовь к фанатам. Правильно? Безусловно. У меня есть дочь. Когда я ей сказала, что... Что я ее отец? Это сильно, это сильно. Это хорошо. Ну, это круто, да. Когда я сказала, что сегодня будет такая встреча, она очень завидовала мне. 18 ей, к сожалению, еще нет. Но такой вопрос и наглость. Готов ли ты, допустим, я позвоню и поставлю... Делаю искусство. Давай после всего мы с тобой... Да, все будет хорошо. Спасибо. Добрый день. Алло, Антон. Я хотела узнать ваше мнение по поводу пар, которые находятся вместе, ну, дуэта, да, из-за того, что у них есть масса страхов. Допустим, у многих женщин есть страх остаться одной. И она держится за своего... Не очень плохенького, но держится, да. Мужикам, допустим, иногда комфортно, да, что рядом с тем женщинам, которые его ухаживают, любят, но ему хочется свобода, но они не уходят. Что вы думаете о таких отношениях? Ну, думаю, скоро они посетят и творятся бракосочетания по разводному вопросу. Так нет же, держится годами и примеров массы, везет детей, терпится, стерпится... Слава Богу, в нашей стране и в нашем мире пока еще действует такая штука, как свобода воли и свобода выбора. И если они так живут, значит, на самом деле им так комфортно. Потому что человек такое существо, когда ему совсем некомфортно, он встает и все меняет. А если страх превалирует, ну тут про него никто ничего не поделает. Но это как бы здесь всему есть место. И травинке, и, не знаю, и конверсам, и вот такой баре. Нет, это не вы, нет, нет, это что вы. Нет, ну тогда вопрос, а уходят девушки, там, мужчины из этих отношений, лишаются, а потом страдают. Так они в этих отношениях для того, чтобы чему-то научиться. Мы все чему-то учимся постоянно. Я вот здесь, например, учусь взаимодействию к великолепному дуэту с Аленой, да, учусь перепарывать свой страх общения с людьми, потому что я достаточно закрытый человек. Мы все чему-то учимся. Учусь воспринимать внимание как подарок. А знаешь, я как раз хорошо сказал, у меня есть очень близкая подруга, которая мне часто говорит, дедочка, в школе жизни нет каникул. Да! Нет каникулы, что вы говорите. Смотри, не глупо, и текло, и каникулы. Спасибо за вечер, как соединишься с остальным. Алена, вопрос к вам, поскольку вы сказали то, что для вас главное, одно из главных помещений – это щедрость. Ну, а мне как парню 20-летнего… Спасибо, что никому не меня спросил. Ну, а мне как парню 20-летнего очень интересно, понимаете, да, и как искать, что делать для того, чтобы найти именно ту, которую я хочу найти. Так вот, что такое щедрость для вас? Это богатый человек или человек, который готов отдать последнее ради вас? Вы знаете, никто не другое, потому что последнее не надо, я предпочитаю мужчину одетого. Если он у нас последнее, он будет все время голый передо мной. Я под щедростью как раз подразумеваю способность разделить со мной то его богатство, которое у него есть «on top». Понимаете, вот тот пример, который только что вопрос задавала девушка, такая симпатяка, вон она, это когда два нищих приходят друг к другу и берут друг у дружки взаимы, чего у них не хватает. Нищи же разные бывают, да? Вот, и поэтому мы не такого рода союзы скучны. А когда люди делятся тем, что у них в избытке, и неважно, будь то ваша любовь, ваше внимание, ваша нежность, ваша забота, ваша сила, в конце концов, это прекрасно. И это и есть та самая щедрость. А деньги, кстати, каждый раз, пока вам 20 лет, скажу вам сразу, деньги в счастье не конвертируются. Да-да. Деньги в счастье не конвертируются. Мы встретимся сегодня через 50 с вами и поговорим об этом. Добрый вечер, Антон, добрый вечер, Алена, я здесь, я здесь. Я хотела, я пришла сюда на сцену ради Алены Долецкой, я влюблена на самом деле в ваш голос. Да, можете идти, спасибо. Простите. Ничего-ничего неизвестный человек. Все пройдет, все пройдет. Я влюблена в голос Алены еще с телеканала Дождь, и я смотрела все интервью и программы ваши, в том числе, ну, со всеми гостями, которые были на передаче с телеканала Дождь. У меня очень такой банальный вопрос, немножко приближенный к теме нашей, в общем-то, всей встречи. Так как вы являетесь амбассадором, да, Айкос, мне интересует вопрос следующий. Курите ли вы обычные сигареты, вот, параллельно с Айкос? Только что сказала, я не могу физически к ним вернуться. Физически, я... То есть даже, когда кончаются стихи, вы все равно... Я пробовала! И просто... У меня есть одно выражение, которое я не могу произнести вслух, потому что мой вот творческий дуэт там рядом, за мной следит, но ощущение от... Когда я пыталась, когда у меня там, ну, так получилось, то есть, на самом деле, Айкоса в порядке, я оставила эти самые стики в Москве, а была на даче. А там не, ну, так получилось, никого не было. Это катастрофа. Это состояние почти омерзения к самой себе. Это удивительная штука. Правда. А подскажите, еще будет ли ваша программа или какие-то интервью на Дожде? Придумаем. Очень жду. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, спасибо. Здравствуйте. Вопрос немножечко хочется про вакейшн. Можно, пожалуйста, какую-то достаточно длинную, если возможно, можно краткую историю, самой сумасшедшей любви в вашей жизни, либо самого сумасшедшего поступка, который вы совершили в рамках своей личности? На один день слетал на Бали. Маленький. Это из последнего. Нет, поехал погреться вот как-то, знаешь. Февраль жарко захотелось, чтобы было. К кому-то. К человеку. На 8 часов съездил и обратно. А история, которую стыдно рассказать, например. Это одна же. Нет, нет. Мы никого не расскажем, честное слово. Действительно. Наведи фокус, да. Чтобы было стыдно. Нет, мне не стыдно. Нет, даже не то, чтобы стыдно, а из разряда... Я бы никогда такого не сделал, но сделал. Я бы, честно говоря, ради человека на Бали лететь туда 18, обратно 18, просто чтобы человеку увидеть, сказать, я тебя неделю не видел, я вот, ну, не могу без тебя. Вот, знаешь, сказал бы кто-нибудь это год назад, я бы рассмеялся человеку в лицо. Потому что, слушайте, мне работать надо, у меня там план, планёк и так далее. В плане графика понимаю, спасибо. Это всё настолько относительно. В моменте, когда 20 дна, там, гормон что-то работает, играет, преград нету, лимит ты сам. Алёна. Спасибо. Я про всё написала в книжечке «Не жизнь, а сказка», там и про стыдное, и не стыдное, и про безумство. Я пока передохну от рассказов о личной жизни. Про гусаров. Два последних вопроса. Скажите, как бороться с безответной любовью? Вот у меня безответная любовь к розовому айкосу. Как с ней бороться? Докопить. Докопить. Ну, я бы накопил. Если бы всё неправильно. А вообще? Ну, подожди ты. Я понимаю, ты своё уже отдала, я понимаю, это хорошо. Но безответная любовь – это опыт. Его надо пережить. Тут никто тебе не скажет, там, забывать, перебивать. Если это любовь, она, ну, я в это верю, что любовь, она всегда взаимна. Пусть она будет сложной, пусть она будет ядерной, пусть она будет невыносимой, но она взаимна. А если это не взаимна, это иллюзия, это омрачение, санцхара. Санцхара, да? Правда. Омрачение сознания. Когда сознание обнушает, точнее, ум обнушает, что ты любишь. А это не так. Алена. А, да, всё в книжечке, я помню, да? Нет. Это часть моей книжечки. Ну, на их основе накопить. Или поближе к днём рождения сказать всем своим друзьям, что вы хотите получить подарок. Они всё скинутся вам от подарок. Это классический хоп. А если вы говорите о обязательстве к человеку, любите. Любите так, чтобы задыхаться. Чтобы каждую минуту думать о нём. Пока хватит сил. Устаните, всё пройдёт. Никогда. Здравствуйте, Алёна и Антон. Да. У меня вопрос к вам обоим. Хочется, чтобы вы ответили оба на него. Вы говорили в начале вечера про дуэты. Скажите, пожалуйста, с кем из людей, неважно ныне живущих или уже почивших, вы хотели бы реализовать какой-то совместный проект? Какой и почему именно с этим человеком? Я могу ответить сразу, потому что это моя нереализованная мечта. Я думаю, что больше я уже вы и её вряд ли смогу вряд ли целый ряд обстоятельств совершить. Мне очень хотелось, но хотелось тогда, когда страна была закрыта немножко, поехать в Америку, познакомиться с Араби Франклим, позаниматься вокалом, а потом одну песню спеть с ней вместе. Всё. Но Арэта не ездит, а в Америку я никак не могла доехать. У неё тяжёлая зависимость, ну, страх, как называется, аэрофобия. Вот. И так оно и не вышло. Но с ней бы вот прям был бурет моей мечты. Всё. И свою. Красиво. Чего ты летаешь? Балл. Ну, красиво. Из неживой человек я бы хотел поработать с Джессиным Тимберлейком. Мне очень он импонирует. Он очень крутой. Вообще весь продюсерский состав и вся команда очень крутая. Из неживой человек я бы хотел познакомиться с Бетховиным. Потому что чума был человек, конечно. Ненавидел всех вообще, орал на всех. Ничего не слышал, но такое писал, что, мама дорогая. Страшный был так вообще, как в Альбургеевой ночи. Он был талантливый. Наверное, да. Вот так. Спасибо вам. Раз про Бетховика мы заговорили. Встречайте, да? I wish. Я просто только что натолкнулась на книжку, в которой опубликовано его последнее письмо его братьям и семье. И я всю жизнь думала то, как думает Антон. Ну, мрачный чувак. Короче, со слухой. Алейку. Страшный, тяжелый, депрессивный. И его очень-очень не любили. Очень. Ну, понятное дело, я только никого не слышал, все время сердится. Ну, это малоприятный человек, да? А еще, когда он что-то пишет, у него еще почему-то талантливо получается. И очень трудно было любить. А если вы... Я вспомню потом название этой книжки и скажу вам, это у меня никогда не опубликованные письма знаменитых людей. Она вышла с вами недавно. И там его последнее письмо братья. И когда вы прочитаете, вы его прочитаете, вы вспомните то, что мы сегодня говорили и узнаете совершенно нового для себя человека. Я вам просто дарю, как говорят у нас в Грузии, дарю. Дарю. Какую роль в вашей жизни играет любовь и привязанность? Я думал, просто ты начнешь события и людей. Потому что привязанности к сожалению или к счастью в моем мировоззрении это то, над чем нужно работать, чтобы это отпускать. А любовь это все, что есть в моей жизни. в общем, ну просто они взаимоисключающие для меня в силу того, как сложилось слово привязанность. Ну, вы же знаете, вы русский язык, знаете, привязка. Если есть привязка, будет отвязка. Для всех важно, важно вовремя различить привязанность, отличить привязанность от любви. Вот в тот момент, когда вы научите это сделать, вы будете одним из самых сильных людей на свете. Вот. Ну, не пора ли нам послушать музыку? Значит, я предлагаю, чтобы вы тут установили, а нам надо выбрать самый лучший вопрос. Вы пока тут пообщайтесь, у нас голосование. Мы выбрали. Судебная садейская коллегия просвещалась и решила, давайте. Решила, что Антон Лаврюти сделает подарок девушке, я сделаю подарок юноше, по-нашему, по-бразильски, по абсолютно нашему единогласному решению. А что ты? А я не, мы надо же, ну, кого-нибудь, одного вручанта я вижу, а вот я не вижу... А я вижу обоих, сейчас я каждому из них подойду и за руку приведу я буду стоять как женщина с призами. Погоди секунду, она розовая уже получила, отдай подарок, езжай домой, все. Так, давай дадим подарок розовый. Внимание, стоп, стоп, стоп. Стоп игра. А вот теперь, внимание, эти люди не знали друг друга, но в минуту, в секунду они приняли удивительно нежное, доброе и щедрое решение. Дорогие, вы можете мы отправляем эту лодку на ВИ в дальний и щедрый и благополучный путь, потому что они решили поменяться своими Айкосами. Так им больше хочется, меняйтесь. Ура, мы возьмем поздравляем! Ура! У меня новый Айкос! А теперь музыка. Я позвонил тебе из автомата, я попросил тебя быть виноватой, настолько страсти и боль, столько ответы по отолку моль. Ты обещала мне все твое вечер, я так считал счастливом нашей встречи, но то ли страсти, то ли то ли степет по отолку моль. Моя подруга меня катает по кругу, моя подруга красива и уфруга, моя подруга такая мадама сносит гриограмма и живет на динамо. Я позвонил тебе из автомата, руки сжимая память с автоматом, у меня тоже страсть есть, и поле тоже трепет, но а так умное. пускай увижу, вижу тела воды, я стою в автоматах и скучаю по тебе, я посвящаю по тебе, Моя подруга Меня катает по кругу Моя народа, красива и упруга, О, моя народа, такая мадаба, В наших цироках моих живёт там и мама. Вижу тяновата, я встаю, Автомата, искушаю по тебе, Да, искушаю по тебе, Сверху киловатты, дырапатты мою, И я тебе пою, я тебе пою. Я позвоню тебе из автомата, Я попросил тебя быть виноватой, Но столько страсти и боли, Стоит мне петал от Бога. Спасибо, друзья. Хорошего вечера, любви, счастья и не используйте. Победите.